Среди наказов избирателей депутатам многие касаются именно состояния городских дорог. Дополнительные полмиллиарда федеральных рублей позволят решить немало проблемных вопросов. Поступят средства в марте. На проведение конкурсов и заключение контрактов требуется время. Чтобы ускорить старт работ, глава Перми Дмитрий Самойлов обратился к депутатам городской думы с предложением начать процесс ремонта на деньги муниципальной казны. Позже все возместят федеральными средствами. Скорость принятия решений, особенно на федеральной площадке, она достаточно большая. В конце минувшего года были федеральные инициативы по разным направлениям. Это и правительство Российской Федерации, это и партия «Единая Россия». И сегодня те денежные средства, которые выделяются по приоритетным направлениям, а также партийным проектам, сегодня, безусловно, в первую очередь должны быть своевременно поданы заявки, своевременно должны быть приняты изменения в бюджет. Депутаты единогласно сказали «да». В этом году в краевой столице за счет федеральных средств отремонтируют 400 тысяч квадратных метров дорожного полотна из миллиона запланированных. Самый масштабный проект – реконструкция пересечения улицы Героев Хасана и Транссибирской магистрали. Там начнется строительство железнодорожного путепровода, который позволит расширить проезжую часть до четырех полос. Выделение этих 500 миллионов рублей – это достаточно большое подспорье при ремонте, реконструкции улиц. 18 объектов в этом году дополнительно будут отремонтированы. Это и знаковые такие наши дороги, как шоссе космонавтов, бульвар Гагарина, улица промышленная. На Парковом обновят целый транспортный узел в районе улиц Космодемьянской, Барамзиной и Желябова. Завершится ремонт улицы Пушкина. Благодаря решению депутатов реализация этих и многих других проектов будет ускорена. Для того, чтобы в плановые, для дорожного сезона сроки эти работы были выполнены, как раз именно сегодня Пермская городская дума приняла решение о замещении этих 500 миллионов рублей из условно утвержденных расходов 2018 года. В последующем, в ближайшее время, эти средства будут возмещены из федерального бюджета, и таким образом наш бюджет останется сбалансированным. Юлия Алеева, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей.